Как и в предыдущие годы, большая часть поступлений в казну, 64%, будет направлена на развитие социальной сферы Прикамья. Основные параметры бюджета губернатор Олег Чуркунов обсудил с министром финансов Пермского края Ольгой Антипиной. На 2012 год мы заложили два резерва на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Мы планируем, что к середине 2012 года мы увеличим среднюю заработную плату учителей до средней по экономике. И с 1 октября 2012 года, как это и планируется для федеральных бюджетников, увеличим остальным бюджетникам фонд оплаты труда на 6%. В целом на развитие образования в 2012 будет направлено на четверть больше, чем в текущем году. Средства пойдут на содержание учебных заведений, на стипендии для старшеклассников-хорошистов и студентов пермских вузов с высоким баллом ЕГЭ. На премии школам за отличные результаты работы. Расходы на здравоохранение вырастут в полтора раза. Серьезные средства направят на капитальный ремонт и оснащение оборудованием поликлиники стационаров края, а также на доплаты медработникам. Нам надо сбалансировать бюджет и направить все дополнительные ресурсы на те направления, про которые мы сегодня с вами говорим. На повышение подышевого норматива по образованию, на здравоохранение, на социальную политику, в том числе на ликвидацию очереди детей-сирот. На меры социальной поддержки в казне заложено 18,5 миллиардов. Среди важных расходных статей – социальные пособия, лекарственное обеспечение льготников, субсидии на оплату ЖКХ, проект «Мамин выбор». На программу обеспечения жильем молодых семей запланировано на 43% средств больше, чем в этом году – 448 миллионов рублей. Проект бюджета Пермского края на 2012 год уже внесен в законодательное собрание региона. Он будет рассмотрен депутатами на ближайшем заседании парламента в первом чтении. Елена Закирова, Александр Хробыстов, Телевизионная служба новостей.